Ситуация на белорусско-польской границе одна из самых актуальных сейчас, и мы, конечно, продолжаем следить за обстановкой. Буквально пару часов назад в транспортно-логистический центр, где размещаются беженцы, прибыла группа экспертов Еврокомиссии. Мониторили оказание медпомощи, организацию быта и, судя по отсутствию каких-либо итоговых комментариев, замечаний не выявили. Новости последнего часа узнаем у Александра Смирнова. Он сейчас на прямой связи со студией. Коллега, вам слово. Здравствуйте, Ольга. Сегодня погода, как говорится, совершенно нелетная. Гродненскую область буквально засыпает снегом, небо затянули такие тяжелые серые тучи. Ветер дует очень холодный, но, несмотря на то, что как такового мороза нет, ощущения не самые приятные. Несмотря на все это, дети буквально гурьбой высыпали на улицу, играют снежки и даже лепят снеговиков. Что ж, отмечу такой интересный нюанс. Буквально накануне сюда приехала дополнительная машина, где беженцы могли докупиться теплыми вещами, обувью и даже валенками. Вот такая вот неприветливая погода сегодня встретила миссию еврокомиссаров. Оказалось, что это такая техническая группа, которая приехала ознакомиться с работой транспортно-логистического центра, познакомиться с инфраструктурой, обеспечением беженцев. Естественно, их визит вызвал немалый ажиотаж у журналистов. Мои коллеги пытались выяснить их видение ситуации, видение развития перспектив событий, оценку и мнение, как можно оперативно помочь беженцам в их бедственном положении. Мой коллега Андрей Козлов попытался взять интервью, но как такового общения не получилось. И вот что из этого вышло. Как правильно было отмечено, уже много раз. Проблема беженцев – это международная проблема и требует разрешения на международном уровне. Но в то же самое время Беларусь оказывает от себя все необходимое. Вот сейчас, в эти минуты, на складе в Гродно идет формирование пакетов гуманитарной помощи от администрации президента Беларуси. В них входят яблоки, продукты питания, куртки, пледы, средства гигиены и подгузники, в которых так остро нуждаются семьи с маленькими детьми. Сегодня Мининформа, МИД и местные власти анонсировали создание здесь, на территории ТЛЦ, пресс-центра. По информации первого зампреда Мининформа Андрея Кунцевича, для работы здесь, на территории ТЛЦ, аккредитованы 60 журналистов из 22 средств массовой информации 9 стран мира. И в то время, когда здесь так остро ждут тех, кто должен здесь работать, их нету. Речь о польских журналистах, которые тоже аккредитованы. Почему их нету, мнением поделился первый заместитель председателя Министерства информации Андрей Кунцевич. Белорусская сторона продолжает придерживаться ранее озвученной позиции по открытому и всестороннему освещению событий в зоне белорусско-польской границы. При этом стоит отметить, что с польской стороны подобной открытости не наблюдается и в помине. Польские власти по-прежнему препятствуют работе журналистов на своей территории, что, по нашему мнению, идет вразрез с мировыми стандартными журналистиками и взятыми польской стороной международными обязательствами. Мы видели, что сейчас здесь на месте работают представители местных властей, потребка операции, а формируются такие своеобразные списки потребностей беженцев, которые потом будут использованы в дальнейшей работе. О других новостях мы расскажем в следующих выпусках. Я на этом закончу. Ольга, передаю вам слово. Александр, спасибо. Наши корреспонденты продолжают следить за ситуацией на белорусско-польской границе.